Проблемами Леон Михайлович организовал Институт экспериментальной диалетической биофизики и после него я продолжил заниматься диалетической биофизикой применительно к мозгу. Если физики-диалетики занимаются и ждут долгие годы, чтобы получился какой-то результат, чтобы проверить свою теорию, мне в этом плане легче, потому что тысячи и тысячи работ по поводу мозга и процессов. Если ты что-то придумываешь, то очень быстро можешь войти в интернет и посмотреть, что есть по этому поводу. Если нет, то ты не прав, а если подтверждается, то хорошо. На основании этого я построил некий график соотношения объективных процессов и субъективных ощущений. Объективные процессы – это синаптическая передача, модуляция, вся та физиология нейроэхина и квантовая эхина, которая функционирует у нас в мозгу. Но это вообще-то приходит в субъективные ощущения. «Мне больно, мне приятно, я люблю, я не люблю». Как это переходит? Никто никогда не мог описывать это. Я поставил черный ящик. Черный ящик – это какая-то гибридическая машина, у которой известно, что на входе, что на выходе. А что творится внутри – это неизвестно. Есть другое определение, это никому не интересно. Просто такая вещь. Я вообще-то думал, что черный ящик придумал я сам и очень гордился. Потом оказалось, что я изобрел велосипед. И черный ящик очень многие исследователи ставили при обсуждении объективных и субъективных процессов. Вот это, извиняюсь, что выходит из стрелка, это субъективные процессы. В него входят зрение, слух, обоняние, окизание, идеи, взгляды, психика, интеллект, духовность, личное сознание, вентальность. Здесь представлено сознание. Сознание в своей высшей форме, которое вообще непонятно что. И оно управляет в нашей жизни. Это трансцендентальное сознание. Что такое трансцендентальное сознание вообще? Приписывают Канту, но у Канта нет такого термена. У него есть трансцендентальная этика, но сознание нет. Сознание понимает нечто такое, которое вообще не имеет и грагит из разумеров. К трансцендентальным процессам опустится понятие Бога, понятие души. Вот такой религиозно-философским подходом нельзя применить к точной науке, которой мы пытаемся заниматься. Поэтому надо придумать другое определение сознания. Вот это все первая часть такая же, но теперь относительно сознания. Значит, что такое сознание вообще, в принципе, как его можно объяснить, не отходя от трансцендентальности. То есть объяснить систему, которая также является трансцендентальной, но она не такая абстрактная. Это информационное поле, которое создало человечество в течение 200 тысяч лет своего развития. Оно творило, оно писало, оно рисовало, делало науку. Это все сохраняло. Что такое информация по Шинону? И информация – это закодированное сообщение. Как, например, Азбука Морзе. Это код, который кодирован. И вся эта информация, культура, она вся, все так же закодировано в виде букв, написано, значит, ну, мол, на бумаге, теперь уже и в интернете. И опять же, эту культуру практически невозможно. Но если мы переходим на такой показатель, как информационная система, то мы очень легко можем перевести его на процесс эмузации. Так, это про... Да, это вот я сказал. Теперь, вот это трансцендентальное, но информационное поле, она создает у нас личное сознание. Вот у каждой из нас есть личное сознание. Что это такое? Это оказалось, что биологически можно вычислить. Это самоосознание. Самоосознание, оно... Если, например, идею самоосознания дал Гордон Галлок-младший в 70-м году, последнюю статью он написал в 15-м году, если обезьяне на лбу нарисовать белое петло, то он видит обезьян, шимпанзе, галилу и орангута, и подвести к зеркалу, то обезьяна трогает это белое петло у себя на лбу. То есть, он понимает, что это я там. Это считается самоосознанием. Пожалуйста, первое видео. Это происходит... Вот. Это происходит самоосознание у людей в два года. Вот мальчик подходит везде откроет. Посмотрел сзади, а его там нет, да. Теперь он начинает понимать, что это он сам там. Вот это самоосознание. Вот в этот момент в поле появляется человек. Проходя через рядом с ним, мальчик осознает, что вот он тут слава живет. И еще в этом. То есть, он одновременно возникает, у него представление о собственной личности, он видит себя в окружающей среде. Он видит себя в окружающей среде. Следующий тем, пожалуйста. Это собака. Она видит себя так, что она видит себя в яркой, заглядывает на свой хвост и в восторге от самого себя. Ну, это понятно, конечно. В свое время у Мамардашвили спросили, когда появляется человек. Он ответил, что человек появляется, когда он начинает оплакивать мертвецов. Это не ответ про жизнь и смерть. Это ответ про развитие. Вот этот маленький мальчик, он на уровне такой же, как этот собачка. Но из него может вырасти великий ученый, великий художник. Вообще вырасти человек, который может перевернуть мир. Это связано с тем, что человек владеет речью. У него, кроме этой речи, возникает способность выражать свои мысли и чувства. То есть вот он себя видит в мире, у него возникает чувство, и он еще умеет выражать свои мысли и чувства. Но, кроме того, самоосознание обладают дельфины, косатки, азиатские слоны, сороки и другие жены. У тебя другой термин есть. Самоидентификация для ФМРА. ФМРА, знаете, да? Это вот машина, которая садится и по активности кровеносных сансудов определяется, какие структуры можно, как активные, какие нет. Человек сажает на ФМРА и дает ему кучу фотографий, среди которых и его фотографии, но он ничего не знает. И говорят, рассматриваю. Он рассматривает, видите, ой, творит, это я. И в этот момент у него активируется идеальная префронтальная кора и две маленькие структуры. То есть префронтальная кора – это основное для самоидентификации. Как мы видим, самоидентификация через зрительную систему. Это не фертити, вы знаете. Мы его рассматриваем. Это быстрое движение глаз. У нас в каждой точке, вот здесь точки, у нас в зрительном поле получается такая штука. Фокус, значит, в середине и размытое его вставление по бокам. Это делается за счет ямочки. Есть на сетчатке ямочка. Это селективное внимание. Вот этот механизм селективного внимания. Физиологическая основа селективного внимания и вообще самоосознание тоже является bottom-up и top-down сигнал. Значит, сигнал снизу вверх и сигнал сверху вниз. Вот снизу вверх – это сигнал из нашей всей периферической системы. У нас шесть модальностей, которые имеют свои представительства в коре, которые интегрированы между собой. Это такая общая интеграция. А top-down сигнал – это префронтальная кора накрывает этот сигнал сверху и возникает вот такое селективное ощущение «я сам». Вот этот мальчик, который он увидел в себя, после этого у него возникла идея «я сам». И весь этот окружающий мир, он ассоциируется через себя. Он в центре этого мира, а весь мир вокруг него. Теперь, вот опять же, это наша схема. Тут есть такая обратная связь. Из сознания, уже личного сознания, идут обратные связи, которые переходят в черный ящик и на субъективные процессы. Любая вещь, которую мы видим, модифицирует объективные процессы нашего мозга. Это можно регистрировать. Я всю жизнь этим занимался. Я что-то делал, потом спал обряд. Это не только я, это вся наука, а мозг на этом основан. Любой субъективный процесс переходит в объективные. И это расстается на всю жизнь. Потому что человек обладает способностью запоминать. Причем это запоминание, может, не мгновенно, если ты его растягиваешь во времени, есть кратковременная память, долговременная память. Но стоит ее запустить все, ты можешь заниматься чем-то другим, она консолидирует, и ты запоминаешь. Вот это восходящие, расходящие сети. У нас шесть модальностей зрения, слов, равновесие, осознание, обоняние, вкус. У нас есть это. Сейчас глаза, ядра, и другие внешние органы, которые с мозгом, они запускают, но находятся не в мозге. Вот это подкорковые системы, подкорковые процессы, которые протекают в мозге, а это, они выводятся в ток, они выводятся на кору. Работает первичная зрительная кора, вторичная, смуховая кора. И самое большое представительство у самопосенсорной коры. И это переходная кора, которая связана с завкусом. Это словарная очередь Афенова, которую я обосную прямо сейчас. В окружающем нам физическом мире нет ни цвета, ни свет. Есть электромагнитное излучение, то есть фотоны с определенной длиной волной. Электромагнитное излучение, ну, вы, наверное, все знаете, вот это свет, это электромагнитное излучение, распространяющее слева направо. Электрическое поле вертикально-магнитно-горизонтально. И Саак Бутон поставил призму до пути белого света и расщепил белый свет на все эти корабли. Вот это полный диапазон электромагнитного излучения, и только узкая ее часть относится к зриму. Это потом на определенные длины волной. Значит, у нас есть четыре типа радопсина в сетчатке глазах. Этот радопсин вообще блокализован в ганглеозных коллекциях, и он дает потенциал действия. Вот это три радопсина, они называются даже не радопсин, они у нас по-другому. Они дают тот цвет, который мы покрашиваем. Это синий, это зеленый, это красный. Это пик длины волны. Вот они в таком виде проходят, попадают нам на сетчатку, и мы выделяем свет и отделяем цвет. Как он проходит? Это слух. Тут плохо видно, но частую двору. То есть это не вибрационные колебания. Вот видите, они через внутреннее ухо превращаются на липусы. А здесь представлены, значит, визуальные колебания, слуховое колебания. Они работают одинаково, они делают потенциалы действия. Это нейроны одного типа. Спрашивается, задается вопрос, почему два разных процесса, входя в мозг, формируют одно и то же. И как мы их различаем? А мы их различаем по представительству. Мы никогда не путаем зрение со слухом или вкусом, я не знаю, с болью. Это все просто вот эти сети, которые я показал. Таким образом, в окружающем у нас в физическом виде нет ни света, ни цвета, ни звука, ни вкуса, ни запаха, ничего. Это самое потрясающее, что у нас есть всего трехмерное пространство. Мы млекопитающие, так устроены. Мы видим глубину, высоту, ширину. И вот это трехмерное пространство вписано, интегрировано. Цвет, звук, боль и все наши восприятия. А есть животные, но они насекомые. У них четвертьмерное пространство, у них зрение совсем другое. Так что это всеусловность. Твертьмерное, четвертьмерное пространство. По поводу перехода объективного в субъективный. Значит, психолог, когда услышал, сказал бы, это Гейштайн. Гейштайн в переводе означает фигура, образ. Здесь такая Гейштайн психология, которая определяет, что целое – это больше, чем часть. Я не согласен с этим, потому что это не больше, а это принципиальное другое. Поэтому слово Гейштайн поменял на виртуальный скачок. То есть приходит информация, происходит виртуальный скачок, и ты понимаешь, что ты увидел. Не Гейштайн прахнул, а виртуальный скачок. То есть он переходит в нечто совсем другое. Переходит в психическое. Вот Хакель один из основалов его синергетики писал, пытался описать вот этот Гейштайн с помощью синергетики. Но ничего не хотелось. Он написал, значит, Белаусова, Жабадинского. Жабадинского или Индия? Автоколебательные процессы, но все, все это оставалось в трехмерном процессе, в пространстве. Оно из его описания. Оно не переходило в наш мозг психическую деятельность. На самом деле это основа нашего пути. Я считал, но я говорил, что черный ящик не моё из-за того. Таким образом, мы находимся на темной беззвучной планете, которая летит огромной скоростью вам в космическую пространство. Наше я, черный ящик, я каждого из нас вместе с нашим мозгом в нервной системе превращает эту тишину и темноту в цветную, теплую, музыкальную, поэтическую, личную, субъективную. Весь этот субъективный мир заложен в нас. Не снаружи, а мы её, то, что понимаем, трансформируем в личный субъективный мир. Эти субъективные ощущения – самое объективное явление для нас, которое мы наблюдаем на сознании. Как преодолеть этот… Это вообще дуализм, вот, виртуальный скачок. Есть предмет, а есть его интерпретация. Как же одолеть этот дуализм? Дуализм существует в плантовой механике. Например, корпус полуволны. Это дуализм. Мы воспринимаем… Это называется квантовая суперпозиция. Вот этот дуализм называется квантовая суперпозиция. Она редуцируется. Редуцируется означает, что она переходит из дуализма в однотипную систему. Мы это делаем. Не замечаем, как. Это делается с помощью наблюдателя. Вот этот маленький мальчик, который формировал наше я, вот, это дуцируется до однотипового процесса. Мы, когда наблюдаем сами себя, а мальчик-то наблюдает себя и мне тоже, то мы наблюдаем только субъективные ощущения. Я голодный, я наелся, мне холодно, я хочу вот такую машину. Все, что в этом роде. Но это субъективные отношения. А все объективное, как это формируется, нейронные сети, пространство и тому подобное, это идет как заполнение, как субъективное. Мы его не видим. Я вообще-то подумал, что это можно связать с фритом, но мне сказали, не спеши. Все? Все, все. Спасибо. Спасибо. Вопросы у вас. Красавчик. Спасибо. Вот, когда вот эти виртуальные скачки моделируют внутреннее субъективное восприятие мира, как мы сейчас изъяснили нам, каждый человек это делает. А вот как объяснить с помощью вашей теории, зарождающей теории, связь между этими двумя виртуальными мирами каждого человека? Потому что если это субъективно, но члюз должен быть, как вы это объясняете? Это с помощью речи обмена информацией. Вот мы с вами говорим так, мы понимаем друг друга более или менее. Если глубоко копнуть, мы друг друга никогда не поймем. У меня младшая дочь художник, они были на втором курсе, мы повезли в Ленинград, мы ходим в Ленинград, она говорит, ой, посмотрите, какое желтое здание. Я говорю, ты что, Ань, вообще да, но оно белое. Ну да, я говорю, берешь желтую краску и много-много перемешиваешь. Говорит, ты там белый отзывный видишь, она говорит, а ты нет. То есть мы видим все по-разному, мы слышим все по-разному. Моцарт в 8 лет играл, я не знаю, что. Да играть вообще не будет. У нас все индивидуально, мы общаемся. Так как у нас общая установка, общая культура, мы понимаем. Так, пожалуйста.